Село Тамай достаточно большой населенный пункт в Гагаузии. Со слов некоторых жителей, здесь хватает рабочих мест, но удержать молодежь в селе достаточно сложно. И причины у всех разные. Дочка тут работает, на Вензаваде Технологом. Но сын в Москве, женился там, все живет, двое детей. Мои тоже уехали в Москву, 5 родителей, 4 дочки, сын. Все в Москве. Сын младший в Москве, дочка в Москве. Старший был в Москве, сейчас он тут работает. Нашел себе чуть-чуть работы и остался. Если бы платили людям нормально, никто бы не уезжал. Были бы все в своих домах. Сейчас платят немного, стабильно платят люди. Мало, не хватает, потому что газ, свет, все дорого. Они живут в селе, все имеют свои дома. Ну, уезжают на заработки и приезжают. Проблема оттока молодежи актуальна не только для села Тамай. И решать ее только на местном уровне было бы неправильно и невозможно, говорит примар и многие сельчане. Примар должен нести ответственность за все. Но в рамках одного населенного пункта или региона этот вопрос нерешаемый. Мне кажется, что мы упустили какой-то шанс. Упустили. Но теперь, мне кажется, еще есть возможность исправить. Но тут должны быть какие-то государственные акты, какие-то государственные действия. Наши политики, наши даже на местах тут, в Гагаузии, в Молдове, решают проблему так, чтобы дети оставались тут после школы, чтобы возвращались, потому что у нас очень много интересной работы. Трудоспособное население до 40 лет все больше выезжает за пределы. Кто-то пеняет на время, кто-то на власть. Но почти все считают, что миграция молодежи – это большая угроза для населенного пункта. Как вам сказать, здесь вот вы, я как понял, уже снимаете пустые дома. Через пару лет еще половина, наверное, выедут. И это очень большая проблема. Старков некому будет смотреть. Я через 10 уже не вижу село живущим. Оно вымирает. В Томае нет официальной статистики по миграции молодежи и бесхозных домов. Но по примерным подсчетам в селе насчитывается около 500 брошенных домов, более 300 из которых разрушены и покинуты навсегда.